Когда хирург приходит в операционную, он практически так изолируется от всего окружающего мира, он внедряется в этот процесс, в такой, своего рода, тоже творческий. И я всегда говорю, что я отдыхаю на операциях. То есть те дни, когда нет операции, в отделении, мне кажется, даже больше устаёшь, ежели чем здесь. Операционный её большой и понятный мир. Здесь-то основная работа, что славит врача-хирурга. У нас тут своё оборудование всегда, световоды, оптика. У нас микрохирургическая же техника, коронарные артерии, они диаметром меньше 2 мм зачастую. И чтобы нам во время наложения анастомозов всё это хорошо визуализировать, у меня несколько сандыков, скорее всего, переучивают, что я должна одеть уже не специальные другие очки и осветители. Но я как-то так привыкла к этому, что я прямо пока не могу перестроиться. Одни и те же манипуляции день и за дня. Золотые руки, конечно, дар природы, но процентов на 10. А остальные 90 – это усилия, труд, знания и сильный характер. Лусине Арутюнян – сердечно-сосудистый хирург областной клинической больницы номер один. У нас сегодня операция коронарного шунтирования на работающем сердце. То есть это те операции, которые выполняются без искусственного кровообращения, без окклюзии аорты. Этот вид вмешательства для пациентов наиболее щадящий, менее травматичный. Вот сейчас мы это и будем делать. Она чинит сердце мужчине немногим за 50. Ему сегодня делает мамара коронарное шунтирование. У пациента в анамнезе инфарктов не было, но есть стенокардия напряжения, снижено качество жизни, снижена толерантность физической нагрузки. Поэтому есть все показания к оперативному лечению. Именно операции на работающем сердце без подключения искусственного кровообращения здесь нужен специальный отбор. То есть не все пациенты могут получить именно данный вид вмешательства. Поражение должно быть однососудистым, двухсосудистым или если даже трехсосудистым. Не очень тяжелые пациенты. Вообще операции коронарного шунтирования у нас выполняется порядка около 300 в год именно в нашей клинике. Это имеется в виду открытое вмешательство. Болезни сердца уже не смотрят на возраст, говорит Лусине. Самому молодому пациенту в ее практике было 27 лет. Привезли с обширным инфарктом миокарда. Она видит, как болезни забирают полноценную жизнь не только у пожилых. Поэтому одна из главных ее задач – проводить профилактику. Объясняет, нужно понять факторы риска. А это генетика, наследственность, неправильный образ жизни, вредные привычки. Есть ряд таких, скажем так, факторов риска. Например, гипертония, на что многие даже наши молодые пациенты не обращают внимания, не принимают медикаментозную терапию. Сахарный диабет и так далее, и так далее. Конечно, все это имеет большое значение. Каждый человек должен знать, какие у него есть факторы, какая у него и наследственность. То есть, как бы вот, что его беспокоит, да, какие есть риски. И, зная все это, он, конечно, должен начать уже, скажем так, с раннего периода своей жизни, с молодого, уже все это профилактировать. То есть, если был неоднократный подъем артериального давления, к примеру, да, гипертония верифицирована, он, конечно, уже должен состоять на учете кардиолога. Ее учителями были великие тюменские кардиохирурги. Оперировать Лусиной Арутине начала 10 лет назад. За это время прошло около полутора тысяч вмешательств только на сердце, плюс сотни на сосудах. В среднем каждая операция длится от трех до пяти часов. Любая операция для любого хирурга, я не скажу, что это вот просто, я думаю, что это какое-то там своего рода волнение. Да, уверенность с годами, она приходит, она есть, то есть уже нет там той дрожи в руках, да, там сердце и так далее. Ты идешь уверенно, ты понимаешь, что ты все, что нужно, сделаешь, но это живой организм. Иногда бывают непредсказуемые такие моменты, да, то есть мы иногда не знаем, с чем мы можем столкнуться, поэтому волнение, оно, конечно, всегда есть. Когда чужое сердце, в твоих руках должно быть полное владение ситуацией. Женской эмоциональности тут быть не может. Хирург в момент операции не имеет пола или возраста, он имеет знания и опыт. Вот оно, бьется сердце. Лусиной очень спокойно делает свое спасительное дело, а перед этим всегда утешительные беседы с пациентами. Они боятся, она объясняет. Особенно, знаете, когда сердце реально не стоит, а бьется, у пациентов уже в подсознании. Они же сейчас все очень такие грамотные, начитанные. Они приходят, и первый у них вопрос всегда – а сердце будут останавливать или нет? Когда говоришь, к примеру, что нет, все, у них уже сразу такое спокойствие. Чтобы легко и просто чинить сердце, нужно учиться всю жизнь. Практически каждый месяц Лусиной ездит перенимать мировой или российский опыт. В медицине нужно всегда держать руку на пульсе. Этот вид вмешательства именно на работающем сердце, он требует много усилий и в большей степени от анестезиолога. Потому что, когда мы начинаем манипулировать сердцем, может случиться нестабильная гемодинамика, дестабилизация. Вот здесь как раз наши анестезиологи, как волшебники, делают все возможное, чтобы он выдержал этот этап. Филигранно колдуют две пары рук, сердцу дают дополнительный ресурс. Эти два с половиной часа Лусине была дирижером чужой жизни. Счастливый финал. Операция прошла успешно. Пациент молодец, он все выдержал достойно. Не было никаких гемодинамических сбоев, дестабилизации, все хорошо. Я всегда говорю, это как мой наркотик. То есть я даже когда ухожу в отпуск и в какой-то период времени не появляюсь в операционной, потом выхожу, вот этот вот запах даже, да, и вообще вот эти манипуляции, они мне настолько близки. То есть я уже чувствую эту потребность, будучи не здесь. То есть для меня это действительно наркотик. И общение с пациентами тоже доставляет, по большому счету, радость. Особенно в послеоперационном периоде, когда они уже стабильны, они уже выздоравливающие, они уже улыбаются, ходят по коридору, выздоравливают. Вот это вот тоже как-то так нас подбодряет эмоционально. Она очень шустро бегает по коридорам кардиологического отделения. И то, что Лусине молодая девушка, здесь никого не удивляет. Пациенты ей безоговорочно доверяют свои больные сердца. Как самочувствие? Нормально? Встаньте, пожалуйста. Держите вот так. Я немножечко посмотрю вашу картину. Не щелкает. Вперация коронарного шунтирования. Но у него было в условиях искусственного обращения, то есть многососудистые поражения. Довольно тяжелый пациент с низкой сократительной деятельностью миокарда. Возрастные люди всегда, как дети, конечно, переживают. И успокоить каждого нужно вовремя. Говорит мягко, словно убаюкивает. Мы сделаем только разрез на груди. Небольшой. Это я вам сейчас говорю. Да. То есть мы почистим все. И я посмотрю проволочные швы. То есть если они меня смутят, я их буду убирать, чистить края раны и заново все это сшивать. Как врач? Вообще по слухам отличного мнения все они. А я как попал только первый раз. Но как не верить слухам и с положительными эмоциями. Говорят, тем более, говорят люди возрастного характера. А у нас же всегда. О, какая она. Да, бог. И так дальше. Нечего родить лишних слов. Дело человека говорит за себя. В хирургии привычно, что правят мужчины. Поэтому долгое время гендерная тема фигурировала в жизни. Своим упорством, характером, профессионализмом она давно доказала. Девушки, хоть и редки, но попадают метко. Профессии сердечно-сосудистой хирургии довольно сложные. И почему-то вот бытует такое мнение, что там требуется очень много физических таких, да, как бы трудов и так далее, и так далее. Девушки-то не место. Как еще говорят, не бывает одновременно девушки, хирурги и женщины. То есть, если ты хирург, то у тебя практически не отличная жизнь. И если ты женщина, то ты не должен быть в хирургии. То есть, вот эти моменты всегда были. И даже когда вот выезжала на какие-то конференции, да, там, в международном уровне или российского, подходили коллеги и говорили, зачем тебе это надо? Ты куда идешь вообще? Что ты делаешь? А сейчас, когда вот уже начала самостоятельную деятельность, сейчас, конечно, все поменялось. Они меня воспринимают как наравно. Даже если случается какая-то проблема, экстренная ситуация, сложная операция, уже нет таких моментов, что ты девушка, тебе попроще, я мужчина, мне посложнее, чего подобного. И коллеги тоже, в которые мы выезжаем, да, встречаемся на конференциях, они уже тоже воспринимают меня как вот друга, коллегу, хирурга. То есть, я уже не вижу этого взгляда в отношении себя, как девушки. Любовь пациентов – десятки наград за заслуги. Одна из значимых и громких. Лауреат премии Национальной медицинской палаты в номинации «Карьера» в 2015 году. Конкурс проводился по всей России. Около тысячи заявок. И в лауреатах Лусине. А еще она работает в медицине катастроф, готовит ординаторов, всегда и везде занята. Коллеги ценят высоко. Она все у меня учила, от самых азов. То есть, это оформление истории, это оперативное вмешательство. И сейчас продолжает оставаться у меня руководителем. То есть, какой-то вопрос, я всегда обращаюсь к ней, как человек, который может всегда помочь, может подсказать. И вообще, она прекрасный человек, который не откажет в любой ситуации. Мы работаем достаточно плотно уже два года. То есть, за это время она себя, для меня, по крайней мере, представилась как отличный кардиохирург, который блестяще выполняет операции, берет на себя, не боится брать на себя тяжелых, крайне тяжелых пациентов. Очень душевно к ним относится. То есть, все пациенты, ей прооперированы все родственники этих пациентов, очень любят ее. То есть, всегда мы слышим только положительного задания. Чтобы Лусине стала врачом, была мечта отца. У него проблемы с сердцем, и дочь видела мучения папы. С девятого класса он внушал всем эту мысль. В семье должен быть свой врач. Золотая медалистка хотела стать журналисткой или математиком. Но мечта папы стала реальностью. Из четырех дочек именно она должна была носить медицинский халат. Я просто беру медный институт. И, вы знаете, наверное, не жалею нисколько, потому что сейчас, когда ретроспективно начинаю анализировать, думаю, что, наверное, вот в другой какой-то сфере я себя особо не вижу. Вот это действительно мое. Поэтому папа, видимо, в тот момент был в корень. Какой бы ты ни был уставший, подавленный, эмоциональный или физический, да, то есть ты в ответе за этого человека. Я каждого человека пропускаю через себя. Я роль каждого человека, вместо каждого человека ставлю своих родных блеск. То есть анализирую, если бы вот это был близкий человек, каково бы было. И поэтому вот это вот такой подход. Ну, конечно, мужественность, грамотность. То есть мы должны всегда развиваться. Мы должны, каждый человек имеет право получать квалифицированную медицинскую помощь. И он, идя в медицину, он понимает, что он идет к специалистам, которые должны сделать все возможное, чтобы его спасти. И любая профессия требует полной самоотдачи, полной самореализации. В нашей ствере это особенно. Потому что мы имеем работу, да, как бы и дело с жизнью людей. Многие пациенты становятся друзьями и хорошими знакомыми. На большой земле лечат всех в округе. Консультируют любого, кто забежит в гости. В родной деревне в Свердловской области или в Армении Лусине давно знаменита своими кардиоделами. Большая часть ее жизни проходит в больничных стенах. Но сегодня дома родные собираются на праздник. 2 августа у Лусины день рождения. Она росла в большой армянской семье. Она с маленького возраста была очень шустрая. В 10-11 классе она участвовала в всех этих мероприятиях в деревне. Мы же жили в Свердловской области. Она потом выступала в этих многостольях. Ведущая была в этом. В общем, шустрая была. По-моему, все достигли, что надо. Я ее только желаю, чтобы она, можно так говорить, замуж вышла. Чтобы у нее была семья. Вот это самый главный цвет. Спортсменка, комсомолка, активистка и просто красавица. Фраза на альбоме, подаренном коллегами на день рождения, точно отображает жизнь Лусине. Но работать над собой нужно всегда. Прокачивать мозги и тело. Выносливость, сильный характер – это ее большое женское трудолюбие. Нет предела совершенству. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова